Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос дня». Меня зовут Наталья Данина, а гость в студии сегодня Елена Павловна Коньева, заместитель министра образования и науки Республики Хакасия. Елена Павловна, здравствуйте! Здравствуйте! Елена Павловна говорит, что сегодня будем вновь о программе «Земский учитель». Расскажите, пожалуйста, сегодня на каком этапе программа, работа программы, каковы результаты 2020 года? Наверное, это тоже очень важно сегодня об этом рассказать. Для того, чтобы мы с вами рассказали, какие у нас новости по программе «Земский учитель», я напомню, что эта федеральная программа стартовала в 2020 году, а в конце 2019 года к федеральному собранию президент обратился и высказал свое предложение, чтобы наравне с «Земским доктором» стартовала такая же программа в сфере образования. Мы принимали участие в определении квот для нашего субъекта. К сожалению, у нас для субъекта была в 2020 году определена только одна квота, но мы ее успешно реализовали. Была определена ставка учителя иностранного языка, конкретно английского языка, в абазинской школе номер 50. И у нас работает педагог, который приехал из другого субъекта, из города Симферополь. И я напомню, что в этой федеральной программе могут участвовать педагоги абсолютно с любого субъекта. Есть определенный перечень, он не очень большой, оснований для участия в этом конкурсе. И как раз во всех субъектах до 30 декабря были утверждены перечни вот тех вакансий, куда требуются учителя и конкурсный отбор, в который можно поучаствовать. Наш субъект тоже провел вот эти все необходимые мероприятия. И приказом у нас утверждены две квоты. И я напомню, что на 2021 год в федерации для республики Хакасия утверждены две квоты на предоставление вот этой единовременной выплаты компенсационной, так она называется правильно. И нами определены учителя математики в Баградский район, в Знаменскую школу Баградского района и в саму районную Баградскую школу. Я хочу сразу напомнить, что определяется перечень вот этих образовательных организаций не случайно. Конечно, мы специально изначально анализируем в течение всего года, где максимально требуются учителя, где это наибольшая проблема, где наибольшее количество учащихся не получают вот той необходимой качественной образовательной услуги и по какому предмету. И проведя вот такой детальный анализ, определяется муниципальное образование. Есть, конечно, федеральное требование. Это должна быть сельская местность или же город до 50 тысяч человек, либо рабочий поселок. И у нас в нашей республике подходят все населенные пункты, все районы и даже два города. Город Сорский, город Абаза. Но проведя анализ всех вакансий, а у нас на сегодня порядка 200, чуть больше вакансий на предмет, это не говорит о том, что уроки не ведутся по этим предметам. Это говорит о том, что эта нагрузка необходима, перераспределена между учителем, что не очень хорошо. И поэтому в Баградский район было принято решение, и приказом утверждены две квоты учителя математики в одну и во вторую школу. Поэтому сегодня, пользуясь случаем, я хотела бы пригласить педагогов нашей республики поучаствовать в конкурсном отборе и поехать в школу, получить компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей. Вот эти условия самые интересные для начинающих учителей особенно, да? Основное условие, вот я сказала, это населенный пункт определения конкретной школы, конкретного предмета, по которому требуется закрытие вакансий. И педагог должен иметь среднепрофессиональное образование, либо высшее образование. Его возраст не должен превышать 55 лет на момент подачи заявления в конкурсный отбор. И с этого понедельника, с 11 января по 31 марта включительно, мы будем принимать в Министерстве образования материалы, конкурсные документы для того, чтобы провести этот конкурсный отбор. Если позволите, я озвучу коротко перечень документов для участия. Конечно, да, это будет очень интересно. Естественно, это само заявление на участие в конкурсном отборе. Это документы, все в копиях, удостоверяющие личность, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, копию документа, естественно, об образовании, об уровне квалификации. Для того, чтобы перечислить в дальнейшем саму эту компенсационную выплату, должно быть документ и постановка на учет физического лица в налоговом органе, документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуально персонифицированного учета. Это все касается для перечисления средств денежных. И самое главное, согласие учителя на переезд в этот населенный пункт. Это одно из основных, скажем так, условий. Нельзя проживать в одном населенном пункте, даже в одном муниципальном образовании, и приезжать на работу в конкретную школу. Нужно обязательно переехать в этот населенный пункт. И учителям, конечно, могут предоставляться еще дополнительные документы. Такая история у нас была в прошлом году, когда заявители, естественно, все заявятся с перечнем документов. Единственное различие может, наверное, составлять в том, что это среднее профессиональное образование, либо высшее образование. Но в прошлом году у нас оба педагога участвовали, оба учителя английского языка участвовали с высшим образованием. И вот один из них предоставил дополнительные документы. У него была еще переподготовка как учителя биологии. И это, конечно, является плюсом, особенно в той образовательной организации, где имеются вакансии и по другим учебным предметам. Плюсом будет и наличие высшей квалификационной категории. Есть федеральный сайт, он так и называется, портал «Земский учитель». И там все-все вакансии по стране представлены. И одно из условий образовательной организации, которая определена субъектом, то есть каждая школа, размещает там фотоснимки о своей школе, аналитическую информацию, видеосюжеты. И учителя, которые планируют поучаствовать в конкурсе, могут заочно уже познакомиться со школой. Кроме того, у всех конкурсантов, особенно те, кто уже победил, есть возможность проехать школу и посмотреть ее воочию. Два месяца мы отводим в летнее время для того, чтобы познакомиться с коллективом, с директором, победителю конкурса. И уже заключить с 1 сентября трудовой договор со школой. И после того, как трудовой договор будет заключен, он предоставляется нам в Министерство образования. И на основании его мы заключаем договор о перечислении единовременной компенсационной выплаты. Я хочу сразу проинформировать участников конкурса, что вот эти средства в размере 1 миллиона рублей можно расходовать по своему усмотрению. То есть они нецелевые, да? Они нецелевые, не обязательны их на жилье. Да, они нецелевые. По своему усмотрению, единственное, что нужно будет некие отчеты о расходовании средств, конечно, в конце предоставить. Но расходовать, еще раз повторюсь, по своему усмотрению. Поэтому, уважаемые педагоги, мы приглашаем вас поучаствовать в конкурсе. Багратский район интересной школы, сами по себе интересные, с хорошей практикой, с хорошей историей. Участвуйте в конкурсе, побеждайте и работайте с удовольствием. Елена Павловна, мы с вами еще один момент не обсудили. Скажите, пожалуйста, вот педагогу предоставляются все условия, да? И условия работы, и условия познакомиться заранее с коллективом и с коллективом учеников. А что же от него требуется? То есть он в первую очередь, понятно, уже идет список документов, которые вы перечислили, должен иметь образование. Сколько лет он должен будет отработать в этой школе? Есть же какие-то определенные условия в этом направлении? Да, есть определенные условия. После заключения договора в течение пяти лет этот педагог должен отработать именно в этой образовательной организации. С соблюдением должностного регламента, то есть на момент подписания договора, педагог обязательно знакомится с регламентом, со своими обязанностями, наравне со своими правами и в обязательном порядке их выполняет. Если вдруг случилось, что педагог не планирует по каким-то обстоятельствам продолжать и отработать пять лет в этом населенном пункте, к сожалению, на каком бы периоде это ни произошло, в первый месяц, либо через четыре года, сумму в один миллион рублей нужно будет вернуть в полном объеме. Вот такое условие, оно тоже существует. И его нужно учитывать. Ирина Павловна, я предлагаю вернуться к началу нашей с вами беседы. Вы сказали, что более двухсот вакансий сегодня в сфере образования нашей республики есть. Расскажите, как решается этот вопрос? Да, у нас кадровый вопрос, он существует, и не только в нашем субъекте. И есть целый ряд мер по решению кадрового вопроса, по закрытию вакансий. Одним из них является удержать в системе образования тех педагогов и стажистов, и опытных, и молодых, которые пришли к нашу систему, удержать их в системе образования, социально поддержать, социально поддержать и профессионально поддержать. Для того, чтобы профессионально поддержать, существуют аттестации, квалификационные категории, в которые педагоги участвуют во многих мероприятиях, показывают качество знаний своих обучающихся, и могут претендовать на первую высшую квалификационную категорию, что, естественно, в финансовом плане имеет положительную динамику. В профессиональном плане мы проводим профессиональные конкурсы различной направленности для всех категорий педагогических работников. Это и призы по итогам конкурса, это и учет победителей при присвоении квалификационной категории в том числе. А если мы говорим о мерах социальной поддержки, то у нас в республике существует тоже целый ряд. Например, я сейчас начну с молодых специалистов. Молодые специалисты, которые пришли у нас работать в школу, и в течение первых трех лет после начала работы в школе, они получают доплату в размере 30%, если с обычным дипломом окончил выпускник вуза, и 50%, если был диплом особого образца. И в прошлом году мы внесли такое изменение, существенно прийти в школу после вуза можно не только в течение трех лет после окончания, мы этот срок продлили, в течение пяти лет может определиться выпускник и все-таки прийти в школу. Это было учтено и растянуто немножко это время в связи с тем, что молодые люди могут уходить в армию, девушки могут решать вопрос с малышами, и все-таки мы ждем выпускников в школе, молодых специалистов и готовы потом в течение трех лет им доплачивать. Для молодых специалистов у нас есть школа молодого педагога. В загородной базе на озере Казыкуль мы проводим ежегодно школу молодого педагога. У молодых педагогов есть ассоциация, есть свой профессиональный конкурс. Если мы говорим о других мерах соцподдержки, то, например, работники образования, которые у нас работают в сельской местности, они получают 25% к базовым окладам. Доплата такая существует. Работникам образования, которые работают с детьми социально неблагополучных семей, доплата в размере 10% к должностному окладу. Те работники образования, которые у нас осуществляют обучение на хакасском языке, получают доплату также к своему окладу в размере 15% должностного оклада. У нас предоставляется компенсация расходов на жилые помещения, отопление, освещение. Вот такие меры соцподдержки. Ну и кроме того, у нас в республике учреждена премия главы республики Хакасия лучшим педагогическим работникам. Такой же конкурс есть и федеральный, но он существует только для учителей. А мы же понимаем, кроме учителей в школе работают психологи, социальные педагоги, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования. Много-много категорий педагогических работников. Так вот, в нашей республике премия главы распространяется на все категории педагогических работников. Вот такие меры поддержки у нас есть. И мы всячески стараемся в вакансии закрыть еще одним направлением деятельности. Это целевое обучение. Мы стараемся привлечь и проводить профориентационную работу в школах со старшеклассниками для того, чтобы ребята выбрали профессию учителя в будущем, заключили договор о целевом обучении. С учреждением образования непосредственно? Да. В частности, с нашим Хакасским госуниверситетом заключается договор. И в этом договоре мы, как Министерство образования, гарантируем в виде социальной поддержки ежемесячную доплату студентам в размере 2000 рублей. Ну, такая хорошая поддержка для молодого человека, который только начинает получать профессиональные знания. Елена Павловна, большое вам спасибо. Сегодня была очень интересная информация. И я уверена, что она очень полезна нашим телезрителям. Спасибо, до встречи. Спасибо. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Вопрос дня». Увидимся в эфире канала РТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин